Музыка Музыка Конечно, если вы делаете игры под мобильные платформы, не обязательно всю геометрию волос создавать в Ornatrix. Для мобилок можно частично создать базу в Ornatrix на основу смоделировать по полигонам головы и запечь на нее прическу, чем сейчас и займемся. Сначала создадим прическу в Ornatrix и потом выделим нужные полигоны на манекене, а затем отделим их для создания базы, на которую запечем созданную прическу. Данная манипуляция производится для того, чтобы сэкономить бюджет полигонов волос. Так как в большинстве мобилок персонажи изображаются в таком масштабе, то в слишком навороченных полигональных волосах нет смысла. Потому что пользователь, который играет в вашу игру, не заметит всех ваших стараний. Естественно, если в мобильных играх персонаж будет в таком масштабе, то можно волосы делать плейнами и более качественными. Иногда можно просто обойтись в полигональной упрощенной сетке головы и запечь на нее всю прическу. В общем, сейчас я расскажу, как это делать. Приступим. Итак, выделяем манекен и создаем волосы с помощью пресета 4ball. В Wide Forms of Face добавляем маску и немного уменьшаем длину. В итоге получаем такую базовую прическу. Я не показывал начальный этап создания, так как о нем вы уже знаете из начала главы. Для коротких стрижек я обычно сразу увеличиваю количество гайдов Guides from Surface на такое значение, чтобы практически вся голова была покрыта ними. В данном примере будет достаточно 3000. Затем применяем Ground Strength на всякий случай и поверх Edit Guides применяем Surface Comp. С помощью Syncs задаем направление для волос, предводительно включив симметрию. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Я думаю, такого вида достаточно, чтобы получить хорошую короткую прическу. Теперь давайте включим Hair From Guides. В Hair Count вводим 100%, чтобы видеть всю прическу и количество волос для начала ставим равным 100000. Render Settings для начала значения радиуса поставим равным 007 мм. Иногда это значение бывает меньше, в зависимости от положения камеры, но стандарт именно такой. Как вы уже поняли, задача создать реалистичные волосы и потом запечь их на поверхность головы. Таким образом, сэкономим количество полигонов. Идем дальше. Поверх всех модификаторов добавляем V-Ray Ornatrix Mode и отмечаем Dynamic Distillization для плавной формы волосков. Также приступаем к настройке материала и освещения. На волосы назначаем материал V-Ray Hair MTL, а для освещения создаем SABL Studio. Для этого запускаем SABL GUI, выбираем любой HDRI, нажимаем Output Loader Script, затем Open Output Directory и копируем путь к скрипту. В 3ds Max через скрипты запускаем данный скрипт. В итоге получаем готовую студию с настроенным освещением. Нажимаем Render и смотрим, что получается. Видим, что нужно увеличить экспозицию. Уменьшаем Shutter Speed до PCT. ISO ставим равным 400. Теперь в Hair Foam Guides увеличим количество волос до 300000. И в самом материале волос выбираем пресет Blond Matted и немного добавим разнообразие цвет с помощью V-Ray Hair Info Text. Который загружаем в слоты Transmission и два типа Reflection. Затем копируем базовый цвет из пресета и добавляем карту OX Hair, загружая ее в слот A. В самом V-Ray Hair Info Text в Output выбираем Random By Strand Index. Затем копируем OX Hair и загружаем в слот B. В первом OX Hair оттенок корней делаем чуть-чуть темнее. И получаем такой интересный блондинистый оттенок. Единственное, что мне не нравится, так это данный момент. Давайте его поправим. Расчесываем таким образом, чтобы получить более интересный раздел. И применяем Push Away From Surface Modificator, чтобы волосы не перетекали геометрию. Нажимаем Render и такой результат мне нравится больше. Теперь можно перейти к запеканию. Удаляем все, что создал SABL, так как для запекания нам эти объекты не нужны. Затем вычищаем HDRi со всех слотов и ставим белый цвет V-Ray Environment. Проверяем, что получается на рендере. Как видим, прямых теней нет и освещение стало равномерным. Слегка видно мягкий Ambient Occlusion. Это то, что нам нужно. Есть диффузный цвет и нет лишних бликов на волосах. Значение яркости окружения ставим равным двум, чтобы во время запекания волосы не были слишком темными. Теперь поговорим о методах запекания, которые могут вам пригодиться. Первый это чистое запекание в диффузный цвет текстуры Mesh. Для этого метода у вас уже должна быть текстура, примененная к голове. Это самый простой и быстрый метод, поэтому я не буду на нем останавливаться. Он очень похож на второй. Единственным отличием которого является отделение части геометрии для запекания по форме прически. Об этом методе я сейчас расскажу все подробности. Итак, переходим на вид сбоку и в режиме выделения полигонов с помощью лосо, выделяем ту часть, которую нужно удалить на копии Mesh. Оставляем лишь ту часть, где есть волосы. Если необходимо, так же переходим на вид спереди и удаляем ненужное. В итоге получаем Mesh для запекания нашей прически. Так как я использовал Decimation сетку ZBrush, то давайте еще оптимизируем полученный Mesh с помощью Pro Optimizer и конвертируем в Editable Poly. Затем, чтобы Baker видел наши волосы, удаляем V-Ray Ornatrix Mode и вместо него назначаем OX Mesh from Strength. Тип Prismatic Cylindrical и количество точек равных 16. После чего выбираем нашу базу для запекания и назначаем Projection Modificator. Через Peak добавляем волосы и увеличиваем Cage, чтобы волосы были внутри него. Теперь нажимаем 0, чтобы открыть настройки Render Detection. При этом, у вас должен быть выделен объект для запекания. В Projecting Mapping включаем опцию Enable и в настройках Ray Mischeck выключаем для того, чтобы не производилась проверка на ошибки, а Include Working Model включаем для того, чтобы геометрия модели также запекалась в текстуру. Это делается для того, чтобы текстура волос не пересекалась с параллельной частью. Затем в Output добавляем V-Ray Complete Map и V-Ray Normal Map. Разрешение рекомендую выставлять 1024 на 1024, а затем уменьшать до нужного вам подмобилки. Потому что, если сразу рендерить меньшее разрешение, качество будет хуже, нежели уменьшенное с 1024. Так как при уменьшении в Photoshop, применяется специальный алгоритм, делающий текстуру более четкой и качественной. Далее спускаемся ниже и отмечаем Output into Source и Render to Files Only. С Render to Texture закончили, теперь переходим в настройки рендера. В Settings в параметре Default Geometry выбираем Static для более быстрого рендера. GI BruteForce Plus BruteForce для аккуратного рендера волос. Type Bucket Image Filter Area. В Bucket Image Sampleur значение Minimax Subdivo ставим не слишком большим, так как для мобилок в этом нет смысла. Я обычно ставлю 1.4. Для продакшена это 2.32. Перед запеканием, самому мешу под Projection назначаем Unwrap для выравнивания развертки, так как мы отделяли ее от манекена с общей разверткой. Достаточно просто зайти в настройки модификатора и нажать Pack. Итак, приступаем к запеканию. Снова нажимаем 0 и в самом низу кнопку Render. Итого, в результате рендера получились 2 карты. Albedo, которая выглядит вот так и для мобилок этого качества достаточно. А также Normal Map с искаженной гаммой. Даже если вы будете ставить Override 1 или 2.2, это вам не поможет. 3ds Max все равно будет сохранять карту нормальной с такой гаммой. Поэтому, чтобы исправить это недоразумение, открываем Photoshop и делаем коррекцию гаммы. Для этого заходим в Image, Adjustment, Exposure и Gamma Collection ставим на 0.47. Это то самое значение, которое нормализует ее. Затем открываем Albedo, обесцвечиваем и делаем карту Opacity для волос. Далее инвертируем изображение и сохраняем как Alfa в JPEG. Теперь давайте откроем Marmoset и импортируем модель для проверки текстуры. Для этого выделяем Mesh, удаляем Projection, конвертируем в Editable поле и экспортируем в FBX. В Marmoset нажимаем Import Model и назначаем стандартный материал. Сейчас я не буду рассказывать о всех настройках шейдера, а данные манипуляции мы делаем лишь для того, чтобы проверить запеченную Albedo, Normal Map и Opacity. Opacity карту грузим с режимом Dizer. В итоге получаем такой результат. Теперь давайте поговорим о том, как запекать волосы на плейны. То есть, когда у вас есть готовая форма прически и вы хотите ее преобразовать в гейм волосы. С этим методом вы получите более качественный результат, подходящий уже не только под игры для мобилок, но и игры уровня Uncharted. Этот метод мне нравится больше всего, так как в нем больше контроля и результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова М.Чур Alscríbete Продолжение следует...